Товарищи, соотечественники и соотечественницы, сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая на голову на морях и на суше и окруженная со всех сторон вооруженными силами объединенных наций, Япония признала себя побежденной и сложила оружие. Два отшага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней мировой войны. Германия на западе и Япония на востоке. Это они развязали Вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на край гибели. Отшаг мировой агрессии на Западе был ликвидирован 4 месяца назад. В результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через 4 месяца после этого был ликвидирован отшаг мировой агрессии на востоке. В результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной подписать акт капитуляции. Это означает, что наступил конец Второй мировой войны. Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, уже завоеваны. Но поражение русских войск в 1904 году, в период русско-японской войны, оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. 40 лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя поврежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Куврильские острова отойдут к Советскому Союзу. И отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии. Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжелые годы, но теперь каждый из нас может сказать – мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну, избавленную от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского нашествия на Востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok